Это программа День с Толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Аттракцион, изменивший жизнь хозяину батута, на котором пострадали маленькие дети, в Барнауле ужесточили приговор. Семья из Косихи чудом выжила в страшном пожаре. Что спасло людей от гибели? Мисс Барнаул-2023. Девушки города готовятся к состязанию красоты и как можно проголосовать за участниц? Итак, владелицы батута, на котором два года назад в Барнауле две девочки получили серьезные травмы, ужесточили приговор. Напомним, 30 мая 2021 года из-за резкого порыва ветра батут поднялся в воздух. В это время на нем были два малолетних ребенка, которые сильно ударились при падении на землю. С тяжелыми травмами девочек доставили в больницу. После происшествия суд приговорил предпринимательницу к трем годам лишения свободы условно. Также она должна была выплатить по искам потерпевших более 4 миллионов рублей. Прокуратура края сочла приговор слишком мягким. Суд с этим согласился и вынес еще одно наказание. Теперь женщина два года не сможет развлекать людей. Увеличили и компенсацию морального вреда до 7,5 миллионов рублей. Продолжим. В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за сложной обстановки на сельхозполях. Виной тому стала длительная засуха. Постановление о ЧС подписал губернатор региона Виктор Томенко. Он поручил Министерству сельского хозяйства края принять меры поддержки в отношении наиболее пострадавших районов – Благовещенского, Кулундинского, Табунского, а также Славграда. Введенные меры коснулись и Барнаула. По информации синопсиков, в Алтайском крае до 26 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха плюс 30 градусов и выше. Будет служить 100 лет. Такие гарантии дает завод-изготовитель плитам, которые в скором времени будут укладывать на мосту у нового рынка. Сейчас по графику идет их производство. Этот момент проконтролировали на выездном совещании подрядчик совместно с сотрудниками администрации. Какое еще интересное архитектурное решение обсудили на встрече, смотрите в нашем сюжете. В постройке моста у нового рынка важен не только сам процесс, но и материалы, конкретно плиты. Их качество и количество проверили подрядчик и представители администрации города во время выездного совещания на один из алтайских заводов. На предприятии для путепровода изготавливают плиты, которые будут укладываться поверх металлических балок на самом большом пролете. Его монтаж заканчивается на этой неделе. Мы выпускаем железобетонные изделия. Это мостовые балки, лежни, мостовые плиты, плиты перехода. Они используются для того, чтобы создать конструкцию, конструктив мостового перехода. Вера и правда будут служить как минимум 100 лет. Всего для пролета между третьей и четвертой опорой необходимо 90 плит. Большая часть из них уже изготовлена двумя заводами. И до середины сентября вся продукция будет уже на строительной площадке. Параллельно ведется изготовление 140 переходных плит для сопряжения моста с подходами. Их делают сразу на трех предприятиях. Есть и задумка по использованию специальной продукции для трамвайных путей, которую выпускает завод. У нас изначально проектом была предусмотрена железобетонная плита, достаточно объемная, по размерам, по толщине. И от именно службы эксплуатации Горэлектротранса поступило предложение поменять это конструктивное решение, потому что в дальнейшем для любых ремонтных работ по верхнему строению пути им бы приходилось только с грузоподъемными механизмами работать. Сейчас подрядчик ждет проектного решения, чтобы возможно сразу сделать новый заказ. Плитками, шерельсами будет по типу тротуарный. Мы идею почерпнули в мировой практике, оборудование заказали с Китая, увидели в стране, как это реализовано и придумали более современный подход технологичный, который позволит без повреждения дорожного полотна ремонтопригодность обеспечить. Сейчас все работы на мосту идут по графику. Уже на следующей неделе рабочие начнут подготовку к устройству нижнего слоя асфальта на подъезде со стороны дома быта. Данил Кузнецов, День с толком. Более 20 тысяч пачек контрафактов в барнаульских магазинах обнаружили алтайские таможенники с начала года. Нелегальные сигареты без специальных российских акцизных марок, производства Республики Беларусь, стран Евросоюза, Объединенных Арабских Эмиратов, США и России. Кроме того, выявили сигареты, на упаковке которых не указана страна изготовления. Большинство продукции реализовывали в продаже в табачных киосках по более низкой цене. Немаркированные сигареты изъяли представители органов внутренних дел. Проверочные мероприятия продолжаются. Семья из семи человек чудом выжила в страшном пожаре, который произошел в Косихе. Накануне там загорелся двухэтажный дом. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, зато известно, благодаря чему семья выжила. Об этом расскажет Юлия Щепина. Это утро. Они запомнят навсегда. Село Косиха – частный двухэтажный дом, от которого ничего не осталось. По словам жильцов, возгорание произошло на улице. Огонь быстро перекинулся на здание. На момент прибытия открытым огнем горел жилой дом на дворной постройке. Баня, гараж под одной крышей. Люди эвакуировались из дома. Начальникам карула было принято решение поднять номер ранга до 1БИС. Были привлечены дополнительные силы и средства. На пожаре работало 4 единицы техники, 10 человек личного состава. Дом серьезно пострадал. Однако люди успели вовремя среагировать и остались живы. Сработали пожарные извещатели, установленные недавно. Семья эвакуировалась самостоятельно. Это единственный путь к спасению был. Потому что этот звук, он быстренько разбудил ребятишек. И муж услышал этот звук. Я поднялась, схватила ребенка. Мы спустились со второго этажа и собрала всех детей в определенной комнате, где есть пластиковое окно. Мы выпрыгнули быстренько из этого окна. Теперь нам практически нигде жить. У соседей остановились. Очень нуждаемся в помощи. Четверо детей. Я не работающая. Имущество сгорело, в том числе и банковские карты. Сегодня семья Огошковых будет рада любой помощи. Помочь погорельцам можно переводом средств по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Кстати, в этом доме было установлено 5 приборов оповещения. И уже более 40 человек в регионе спаслись именно благодаря подобным устройствам. На данный момент на территории Косихинского района в 250 жилых домах многодетных семьях и СОП установлены пожарные извещатели. В 50 семьях установлены автономные извещатели GSM с GSM-модулем. За 6 лет извещателями оснастили порядка 6 тысяч частных жилых домов. Потратив более 20 миллионов рублей с краевого бюджета. В этом году на эти цели выделили еще 7 миллионов. Юлия Щепина, День с толком. Из Барнаула в ДНР и ЛНР отправились очередные 20 тонн гуманитарного груза. Помощь получат военнослужащие и жители новых регионов. Что вошло в состав груза и каков его маршрут? Об этом далее. Это уже 19-я фора с грузом для военнослужащих и жителей ЛНР и ДНР. В этот раз 20 тонн гуманитарной помощи собирали предприниматели Барнаула. Все наши сотрудники нашей компании поддерживают специальную военную операцию и поддерживают жителей Донбасса и Луганской Народной Республики. Людям сейчас сложно, людям нелегко. Но мы вот своей поддержкой, я думаю, заставим верить в лучшее, заставим верить в победу. А победа будет за нами, я думаю, в этом даже никто не сомневается. Не в нашей компании, я думаю, не в нашей России. Я свой вклад вношу с первых дней в начало специальной военной операции. Для меня понятие любви Родины – это понятие любви к своей мамочке. Я очень ее люблю, соответственно, я готов ради победы нашей страны сделать многое и буду стараться. Груз от алтайских производителей собирают в зависимости от заявок. В основном это продукты – гречка, рис, горох. Для удобства крупы расфасованы в пачке по 800 грамм. Я хочу пожелать, чтобы ваши предприятия активно развивались, поскольку вы позволяете нашим барнаульцам работать в комфортных условиях и жить благодаря труду вот таких неравнодушных людей. Любой руководитель, который отгружает, что-то закупает, предпринимает, в этом участвует и весь его коллектив, и все барнаульцы. Поэтому еще раз им слова благодарности, всем огромное-огромное спасибо за эти гуманитарные конвои. Мы и будем их дальше продолжать. Фура уже доехала до Новосибирска. Оттуда груз должны доставить самолетом на Донбасс. Всего с апреля 2022 года администрация города совместно со строительными организациями и предпринимателями направили для военнослужащих и населения Луганской и Донецкой народных республик 170 тонн гуманитарной помощи. Данил Кузнецов, День с толком. Новый молочный комплекс открыли в Заринском районе. Это часть масштабного проекта, который реализуется сразу в трех регионах страны. Благодаря его появлению Алтайский край будет дополнительно производить 30 тысяч тонн молока в год. В Заринском районе появятся новые рабочие места, новые дороги и инфраструктура. Подробнее в сюжете. Молоко рассчитываем производить высшего сорта, категории экстра. В принципе, можно использовать на любые цели. Руководство комплекса «Блиновская» ознакомит губернатора с новым масштабным проектом, который помимо Алтайского края сейчас реализуется в Калужской и Тверской областях. Проектная мощность комплекса больше 6 тысяч голов. Объем производства молока более 35 тысяч тонн в год. Есть и другие плюсы. Мы здесь создаем 80 дополнительных рабочих мест к тем, что имеется текущая численность около 180 человек у нас. Дополнительно еще привлекать будем людей по мере роста поголовья и организации дополнительных процессов. Кстати, Алтайский край входит в десятку лучших субъектов в России по поголовью крупного рогатого скота, производства молока и говядины. В большей степени благодаря тому, что сельхозпроизводители серьезно вкладываются в модернизацию отрасли. Например, новый комплекс «Вьянова» оснащен самым современным импортным оборудованием. 98% всех процессов автоматизированы и производятся механическим способом. Всего на этой установке 72 коровы единоразовой дойкой производится. Работает 5 человек. На открытии комплекса губернатор поблагодарил сотрудников за большой объем работы и высказал уверенность, что комплекс ждет счастливая и долгая жизнь. И для этого власти планируют приложить все возможные усилия. С точки зрения устойчивости развития сельского хозяйства, конечно, отрасль или сфера животноводства, она дает, конечно, свою стабилизацию, надежность. Круглогодично востребованы рабочие места. И поэтому сегодня вопросом развития животноводческого комплекса, вообще животноводства как такового, в системе развития сельского хозяйства власти уделяют определенное и очень приличное внимание. Губернатору также рассказали, что на предприятии не будет проблем с кормами. По словам руководства, на сегодняшний день уже заготовлено 28 тысяч тонн сенажа и 32 тысячи тонн силоса. В рамках строительства комплекса в 2022 году был введен в эксплуатацию современный элеватор с производительностью до 100 тонн в час и объемом хранения до 10 тысяч тонн. Татьяна Голубева, День Столком. В Тольятти завершился конкурс «Современник» на экране. Наш корреспондент Валентина Аскерова, которая представляла телеканал на конкурсе, уехала не с пустыми руками, а с почетной грамотой и статуэткой. Уже сегодня она передала награду своей коллеге Ирине Корчагиной, которая победила в зрительском голосовании. Именно так называлась работа Ирины, за которую голосовали зрители всей страны. Сюжет о двух мужчинах без определенного места жительства – Марате и Рушани. История о том, как они отправились за 3000 километров ради спасения Маруси Яценко из Барнаула. Девочка больна спинальной мышечной атрофией. На ее лечение требуется более 120 миллионов рублей. Марат и Рушан прошли 60 дней от Казани до Барнаула, чтобы привлечь внимание к трогательной истории. За несколько дней наш сюжет набрал более 2500 голосов и в итоге победил. Это работа моей коллеги Ирины Корчагиной. Сама она не смогла приехать, но она прямо сейчас смотрит трансляцию. Я передаю ей огромный привет. Награда сегодня нашла своего победителя. Заслуженная статуэтка украшает рабочий стол автора лучшего репортажа по мнению зрителей. У нас была очень большая борьба с телекомпанией из Бурятии, которые тоже набрали огромное количество голосов. Но поддержка наших телезрителей, жителей Алтайского края оказалась мощнее. И мы победили. Голосование было до трех часов ночи. Мы все следили, знакомые писали. Я видела, что коллеги сидят тоже в онлайне и ждут, когда же закончится это голосование. Потому что борьба была нешуточная. Поэтому я безумно благодарна каждому, кто отдал свой голос за наш сюжет, за наш телеканал. Нас поддержал. Спасибо вам большое. Сам фестиваль «Герой нашего времени», в рамках которого и проходил творческий конкурс, длился три дня. Десятки журналистов от Калининграда до Владивостока прошли мастер-классы у ведущих, тележурналистов, режиссеров, федеральных каналов. Фестиваль «Герой нашего времени» дает большую возможность расти в плане профессиональном. Ты приезжаешь, в данном случае фестиваль проходил в Тольятти. Туда съехалась, ну, наверное, практически вся страна. Тележурналисты из различных регионов. Ты общаешься с ними, получаешь какую-то информацию от них. Ты питаешься их энергетикой, их знаниями. Этот фестиваль не только знакомит тебя с этими людьми, но и с их работами, которые дают такой багаж знаний, которые ты, естественно, будешь использовать и в своих репортажах. Отметим, фестиваль организовала Национальная ассоциация телерадиовещателей при поддержке правительства Самарской области, ВГТРК и Минцифры России. Совсем немного времени остается до финала конкурса красоты «Мисс Барнаул-2023». Участницы вовсю репетируют и готовятся поражать своей красотой жители города 2 сентября. Чтобы уверенно чувствовать себя перед большой публикой, девушки приняли участие в концерте, который проходил на главной сцене в парке «Изумрудный». Парк «Изумрудный». Сегодня взгляды барнаульцев здесь притягивают девушки модельного агентства. Прямо сейчас они готовятся к финалу конкурса красоты «Мисс Барнаул», который пройдет 2 сентября на День города. Движения оточены, грация на уровне, но за плечами сотни часов упорных тренировок. На протяжении трех недель у нас проходят ежедневные репетиции с девочками, красивые мастер-классы. Здесь девочки готовятся очень серьезно к конкурсу. Помимо дефиле у них будет очень красивый танцевальный номер. И будет преджюри у нас на полуфинале 27-го, где девочки расскажут о себе. Поэтому это будет не только конкурс красоты, но еще и интеллектуальный конкурс. Кроме красоты и творчества, это еще и конкурс эмоций. Справиться с ними на сцене перед большой публикой весьма тяжело. Однако девочки готовы и к этому. Честно говоря, я чувствую кайф. Не знаю, как другие девчонки. Потому что я танцевала в коллективе вроде «Фибр» на протяжении 15 лет. И для меня сцена – это просто мой родной дом. Поддержать девчонок на финале конкурса «Мисс Барнаула» можно будет 2 сентября на День города. Ставки высоки. У девушек есть шанс попасть на «Мисс Евразия». Это международный конкурс в Анталии. Кстати, «Толк» является информационным партнером конкурса. На нашем сайте вы можете принять участие в голосовании «Мисс Барнаул онлайн». Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с «Толком». На этом у меня все. Подробнее о погоде узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию и рассказывать о том, что вас волнует. Телефон редакции 205-545. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Продолжение следует.